Привет, с вами Алис, канал Бериллаб. Сегодня я на колоннах из землетрясения. Как обычно, начинаем обзор солнца, включаем кинотеатр и смотрим, что произошло за последние часы. И видим, вот на 8 часах здесь есть активность, да, есть такие вспышечки, которые, вот они начались, да. Видно, раз, плотненько вылетело, и за ней вот такой вот след. То есть вспышечка все-таки состоялась. Она не направлена в сторону нашей планеты. Давайте посмотрим последний кадр. И видно здесь вот хорошо, куда она направлена, да. Здесь вот такое расстояние. Судя по всему, это Венера, и обстрел ведется как раз по Венере. Интересно, да, прямо в направлении планеты. То есть планеты явно стимулируют Солнце на вспышечную активность. Ну вот М3.01, согласно данным, да, произошло за последние сутки. Какая конкретно зона, непонятно. Но здесь видно прочерк, да. То есть, скорее всего, не дали номер этой зоне. Видно, что 32.70 всего лишь одну вспышку вызвало. А вот эта неизвестная зона довольно-таки активная. И, судя по всему, она поворачивается к нам. Соответственно, следующая неделя будет интересной. Интересно будет, да. Ну, сейчас вероятность С-класса 55%, М-класса 10%, Х-класса 5%. Давайте посмотрим, что у нас происходит с активными зонами. Ну, вот этот весь конгломерат отворачивается. Ну, а вот она и видна, эта зона. Вот первое пятно, если вы присмотритесь хорошо сюда, вот на 8 часах. И 32.72, я думаю, будет дан номер. Завтра выпуска не будет. Мы, я постараюсь, если все хорошо, то сделать в субботу выпуск. Как раз мы можем посмотреть, вот, потому что тренировочный план говорит, что завтра надо, как бы, сделать такой большой поход. Так, теперь давайте посмотрим по факту, что у нас всего 18 пятен в трех активных зонах. Ну, я думаю, что, да, вот эту зону надо новую добавить. Будет 4 активных зоны. Теперь, вот, здесь тоже хорошо видно это активное извержение, которое там происходит, вспышечная активность, точнее. Ну, и смотрим в плане дыр. Вот здесь тоже что-то вырисовывается, какие-то дырочки. Давайте глянем более подробно. Да, есть дыра, вот здесь вот она как раз будет смотреть, как один глаз. То есть, Солнце смотрит одним глазом в нашу сторону сейчас, посматривает за тем, что происходит на нашей планете. Так, вот что пишет Святослов Кургозов Шар. Алекс, здравствуй, спасибо за разбор, благодарю вас. Маруся пишет тоже спасибо за ответ. Розета пишет, Алекс, благодарю за разборы, за то, что находите время показать и рассказать нам о происходящих природных явлениях. Это очень интересно. Всем прекрасного настроения и отличных событий. Вот, спасибо, отличные комментарии. Благодарю вас. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас на планете происходит. Ну, все в норме, в салатовой зоне. Геомагнитная обстановка и прогноз пока что тоже на салатовую зону. Все хорошо. По вулканам у нас сейчас в активной фазе находится 47 вулканов. Вулканов при норме 40, то есть, значительно выше нормы сейчас. Что интересного сообщают средства массовой информации. Вот, в вулкан Сабанкая в Перу. Происходили выбросы пепла на высоту 1900 метров над уровнем моря. Сабанкая, вот он, находится красного цвета, то есть, довольно-таки активный вулкан. Вот. Затем 5-6 апреля, это 2003 года, то есть, 20 лет назад, упоминается о происшествии на вулкане Стромболе, которое произошло. И, наверное, никто не знал до этого, что на этом острове, прям под извергающимся вулканом, он очень часто извергается. Причем взрывное, именно Стромболеанское извержение пошло от вулкана Стромболе. Там есть деревушки. И вот оторвалась скала и упала на несколько строений в этой деревушке. Вот такие вот исторические сведения сообщают. Так, Ибека. Ибека тоже активен на высоту 4,5 километра над уровнем моря. Вот Ибека, да, извергается. И, соответственно, даунки выше нормы. Обычно где-то в районе 2-3 километров происходит столб пепла. А теперь практически регулярно стал на 4 и выше километра. Видно даже 4,5 километра. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас по землетрясениям сейчас наблюдается. По землетрясениям мы видим, что это запад Тихого океана. У нас тут, кстати, у Курильска 4,9 на уровне 78 километров. Да, видно. Потом вот в Маугском море у Соловейси, восточной Соловейси здесь 5,2. У Вика тоже произошло, да, у нас в районе Фиджи. И вот продолжается у нас Никарагуа 5,1 в Латинской Америке, да. И в Тихом океане напротив Чили произошло 5,1. Алексей Покровский пишет. Алекс, спасибо и здравия вам. Благодарю вас. Согласен с вами про аварии на железной дороге. Сейчас коммерция выжимает из предприятия все, не желая вкладываться в ремонт и диагностику. Маркетинга никакого. Алекс, я вот смотрю, в последнее время активность явно повышается в районе Суматры, Андаманы, Такламакан, Средняя Азия, Южная Сибирь, Мексика, Карибы, Ну и Тонго, Фиджи, Новой Зеландии. Помимо Турции и Кавказа, там тоже интересная направленность энергии. Уже до озера Ван дошло в Турции продвижение, пускай не быстрое, но упорное в сторону Кавказа. Такое ощущение, что энергия пробивает себе брешь. Всем добра, здоровья и благополучия. Спасибо вам большое. Да, анализ показывает, что активность на этой неделе, как ни странно, довольно-таки на хорошем уровне находится. Будем смотреть, во что это перельется в итоге. Так, давайте теперь перейдем к разбору европейской базы данных. Что у нас здесь интересного к северу от Исландии. Здесь троечки на глубине 1 километр, очень неглубокие землетрясения. Опять у нас на западе Франции наблюдается. Да, он интенсивно в Португалии, Западной Испании, в районе Гибралтара тоже. Ну вот, около Барселоны, здесь Каталунии мы видим тоже мелкая сейсмичность присутствует. На Канарах тоже мы видим здесь активности. Затем, это мы вчера в Тунисе разобрали подробно, довольно-таки. Южная Польша здесь 3,0 на глубине 5 километров. И Западная Украина 2,2 на глубине 3 километра. Вот такая вот сейсмичность отмечается. Ну, также на Балканах, да, в Греции мы видим активность большая. И, смотрите, в Турции опять две тенденции. Во-первых, вот так вот мелкие землетрясения выстраиваются в одну линию. Она немножко изогнута. Но, кстати, смотрите, если взять рельеф, то он примерно повторяет такую же фигуру, да. Вы обратите внимание, побережье Черного моря, она тоже такая изогнута, с небольшой кривизной. И такую же кривизну повторяет сейсмичность. Удивительные рисунки иногда происходят. Ну, а так мы видим 4,2, вот здесь на глубине 2 километра. И вот в этой зоне как бы сейсмичность не унимается, но при этом даунки редеет в районе Семенки, да. То есть пореже становится, но доходит до озера Ван. Так, вот здесь вот на западе Азербайджана 3,1 на глубине 20 километров. Но это мы вчера разбирали, да, в Чеченской республике, в Дагестане сейсмичность наблюдалась. Дальше идем в Южный Иран, вот здесь 4,1 спалины, да. Две четверки неглубокие. Так, ну это у нас Мьянма здесь. 4,6 на глубине 4 километра Бутан. 3,4 на глубине 10 километров Северная Индия, вот здесь сюда, в Восточный Таджикистан. 4,6 на глубине 169 километров. И смотрите, опять в озеро Уссык-Куль, у нас тут было южнее Алматы чуть-чуть. Вот раз это пишет Алекс, благодарю за разборы, за то, что находите время показать. Так, да, еще второй комментарий. Мы тоже не слышали про землетрясение в Джасказгане, нигде не сообщалось. А у нас в Алматы землетрясение было в воскресенье 2 апреля 20 километров к юго-западу от Алматы. А вот смотрите, вот здесь направление тоже, если брать Алматы, здесь на юго-запад, но уже в районе 100 километров у озера Уссык-Куль в Киргизии. Но что важно, что в том же самом направлении от города, что и было 2 апреля. 4,3, да, вот на глубине 10 километров. И вот Северная Индия, это Кламакан, здесь 4,5, 4,4 на глубине 17 километров. Вот такая вот сейсмичность отмечается. Так, давайте посчитаем, что Инна Могаткова пишет. Спасибо за видео, как раз сегодня стало интересно узнать о цунами. Наверное, потому, что вчера было три пятерки на стыке плит рядом с южным побережьем Саудовской Аравии. Но имеется в виду вот в этом разлом Овена, так называемая зона. И возник вопрос, может ли это вызвать цунами. Ну, наверное, еще потому, что сон приснился про цунами, где было очень страшно от огромной волны. Но усилием воли удалось выжить. О, какой интересный сон у вас. Но пятерки, они редко вызывают какой-то вред цунами. Единственное исключение было, когда здесь Анна Крокотау находится в Зонском проливе. Здесь замкнутое пространство между островами. И там, в общем-то, по сути, землетрясение-то было небольшим. Но оно вызвало именно цунами здесь на побережье. За счет того, что замкнутый небольшой водоем получается. Ну, конечно, он открытый с этих сторон. Но в целом здесь довольно-таки ограниченное пространство. И вот там вот был концерт. И этот концерт смыло цунами на пляже. Вот такие редкие случаи бывают с цунами. Ну, а так в норме это где-то семерочки должны быть, чтобы вызвать серьезные какие-то последствия. Так что обычные пятерки, не волнуйтесь. Так, 4,2 вот здесь у Камчатки на глубине 40 километров показывает активность. И с другой стороны в Охотском море 4,1 на глубине 511 километров. Вот здесь вот как раз глубинный центр идет вот сюда. Вот Южный Сахалин, Курилы и Охотское море вот здесь вдоль Камчатки, которые сверхглубокие землетрясения и генерируют. Вот здесь у Курил тоже есть активность 4,9-80 километров, у Ккада 4,6, да. То есть направление идет сюда вот в сторону Камчатки. А Южная Япония небольшая сейсмичность, на Юго-Западе здесь 4,3 на глубине 44 километра. У Тайваня на восток здесь 4,2-4,1 на глубине 17 километров. Ну, это мы вчера разбирали вот в Центральных Филиппинах. Хотя и на Северных здесь тоже есть сейсмичность довольно-таки такая серия интенсивная из троек. И есть вот глубокая 3,2 на глубине 170 километров, уже немножко к югу. Так, Южная Филиппина здесь тоже неспокойная, да. Так же, как вот видно у Соловей сейчас 5,2 на глубине 10 километров случилось. Ну, и в Маловском море здесь у Амбона мы видим активность, да. Море Банда средней глубины 4,2-125, 4,4-157 километров глубины. Обычная активность вот у нас здесь в районе Суматры, Явы и островов, включая Тимур. Так, посмотрим, давайте Австралию. Смотрите, как рассеянные здесь землетрясения, да. То есть, около Перта, практически в любой земле у них есть по землетрясению. В северной территории, вот Аделайда, пожалуйста, в Южной Австралии. И вот в Новый Южный Уэльс здесь 3,1 на глубине 10 километров. Вот здесь только Виктория не отметилась и Квинсленд с землетрясениями пока что. Так, Папуа, ну, сохраняется активность с поверхностным станом на севере-северо-западе. И вот глубокие, средние глубины в центральной части и в восточной части. В районе Вануата вот здесь у нас есть активность Санта-Крус, здесь сверхглубокая, да. Мы разбирали 640 километров. Это уже ближе к островам Луэлте, 4,9 на глубине 48 километров. И вот сверхглубокая Фиджа, 4,9, 563 километра по направлению к Тунго островам, где 4,9 на глубине 10 километров. Так, давайте посмотрим, что у нас в самой Новой Зеландии. Пока что ничего. Так. Сейчас будет видно. Здесь, кстати, видно, что не только у Тунго, но и южнее. Вот Тюнкер-Мандек 4,8 на глубине 10 километров. Ну и здесь и сверхглубокая есть у островов Новой Зеландии, 4,0 на глубине 340 километров. Поверхностные землетрясения. Интересно, что здесь вокруг Тапа сейчас притихло. Все, затишка такая. Ну и на южном острове здесь вот средней глубины у нас землетрясения сейчас видны. Так. Давайте посмотрим, что происходит в Индийском океане. В центре на хребте Карлсберг 4,5 на глубине 10 километров произошло. Это Майот мы вчера разбирали. Ну и давайте теперь посмотрим Аляску. Ну, тоже отмечали на западе Аляски сейсмичность, да, по югу. Вот неглубокие землетрясения мы видим. На западе Канады, ну это еще к Аляске относится, 3,1 на глубине 12 километров. И вот в Британской Колумбии 2,0 на уровне моря происходит. Есть в Орегоне мелкое землетрясение. Ну вот основные события в Калифорнии, северо-запад Мексики. Хотя и у Оклахомы, смотрите, у Оклахомы 4,2 на глубине 11 километров. И еще и троечки там. То есть, Оклахома здесь сейсмичность пошла в рост. То есть, какое-то время там было все стабильно. Было в основном в Техасе мелкие землетрясения. Но сейчас мы видим, что Оклахома идет в рост. И здесь, на востоке США, в Северной Каролине, 2,1 на глубине 6 километров. Довольно редко там бывает. И вот, пожалуйста, там у них тоже вот этот хребет Адирандак. Горная система. Вот там мы наблюдаем сейсмичность в настоящий момент. Так, Виталий Вишталюк пишет, спасибо. Людмила Александрова пишет, благодарю, Алик, за обзор. Посветили и успокоили. Всем здравия и приподнят его настроение. Главное, чтобы было спокойствие в душе. Очень добрые пожелания. Благодарю вас, Людмила. И Маруся пишет, спасибо за ответ. Тоже благодарствую. Так, давайте теперь смотреть, что у нас в Латинской Америке. Не успокаиваются. Здесь есть вот серия у Парикутина в Мексике, да. И у нас на побережье вот здесь тоже такие серии неглубоких землетрясений. Средней глубины вот тоже есть. И со стороны Мексиканского залива, кстати, Верокрузия тоже 3,6 на глубине 12 километров. Сальвадор, Гондурас. Мы видим Никарагу. Вот на юге мы в Никарагу опять один на глубине 10 километров. То есть активность сохраняется. Почему, смотрите, с Карибского бассейна, со стороны Карибского моря здесь тоже 3,5 на глубине 7 километров. То есть регион сейчас неспокойный, да. Ну, и Панама с 6,3 было на глубине 9 километров. Видно, что Никарагу перешло. И такое ощущение, что в следующем где-то вот в этой зоне произойдет опять какое-то землетрясение. Так, ну, у нас пока что обычная картинка. Доминиканская республика Пуэрто-Рико, Эквадор у нас мелкие активности. Северная Перу здесь средней глубины 4,8, 136 километров. Глубина 4,6, 10 километров. Ну, вот это сверхглубокое мы разбирали вчера, которое случилось в Бразилии. У побережья 4,0 на глубине 37 километров. Ну, и Южная Перу здесь 4,4, 10 километров. Так, Северная Чили, ну, здесь продолжается на средней глубине серия. Вот Аками 5,9, то есть там автошоки идут. Ну, а так вот со стороны Боливии, Аргентины и Северной Чили в Вандах вроде бы все кажется обычным. У Сантьяго вот со стороны Аргентины здесь средней глубины землетрясения. Со стороны Альпараисы не глубокие. И вот, смотрите, да, он такая высокая активность в провинции Био-Био. 4,8 на глубине 10 километров. Таким вот рядком здесь идут. Так, ну, там, мне кажется, в океане еще где-то было. Давайте. Да, вот в океане как раз напротив Био-Био на той же самой широте. 5,1 на глубине 10 километров. Ну, и, в общем-то, на этом все. Все по Европе, ну, здесь юг Атлантики еще, Тристан-да-Кунья, 4,5 на глубине 10 километров. Давайте теперь посмотрим монитор землетрясения, что говорит. Он говорит, что 153 землетрясения было при норме 150, то есть практически норма, у них тут 2 и выше. Вот у Норвегов здесь 4,1 на глубине 2 километра, юго-запад Польши, даже к Праге здесь подтянули. Даже, посмотрите, даже это не Польша, а Чехия, то есть на границе произошло землетрясение. И монитор считает, что это надо отнести к Чехии. Так, вот 4,2, глубина 13 километров, вулкан Гелудак. Так, Гелудак, то есть Дак это гора, я так понимаю, а Гелудак, что неужели желтая гора? Я не знаю язык турецкий, поэтому это только мое предложение, так сказать, предположение. Так, Казахстан 4,5, ну, вот видите, всего лишь 77 километров от Алматы, да, вот сообщает республика. То есть, довольно-таки недалеко, недалеко от Алматы, в том же самом направлении. Вот Новокузнецкая здесь типичная 2,2 на глубине 5 километров. Давайте посмотрим, что здесь на Камчатке. Вулкан на Чикинске, на Чикинске, ничего не знают про этот вулкан, но вот с ним связали это землетрясение. А Курилы, здесь вулкан Богатырь, о как, 4,9 на глубине 78 километров. Так, что можно еще здесь интересного увидеть? Вот давайте посмотрим в Астралии. Ну, тоже ни с чем не связали, ни с каким вулканом. Так, ну, вот Никарагуа, давайте еще глянем. Вулкан Сапатера, не слышал такой вулкан Сапатера, видите, четко прямо 9,48 километров, ничего себе, 9,480 метров. Такая четкость определения прямо поражает. Ну, и здесь в океане, да, здесь без каких-либо там привязок, потому что океан, есть океан. Ну, что, на этом все. С вами был Алекс, канал Бегердлаб. Желаю отличного поражения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok